Люберецкий техникум имени Юрия Гагарина преображается. Учебное заведение вошло в программу капитального ремонта. Объект должен быть сдан к концу года. Что сделано на сегодняшний день, расскажут мои коллеги. Ход ремонтных работ проинспектировал глава округа Владимир Волков. Вход в техникум преграждает старая береза. И первый вопрос, что с ней делать? Ведь дерево с историей. Вот было ремесленное училище. Здесь стоял частный дом. То есть, теоретически, это дерево видела Гагарина. Теоретически. Всегда же меняется что-то. Но оно хрупкое, конечно. Оно, наверное, лет через 10 все равно свалится. В процессе ремонта, если уберем, никто против не будет. Необходимо узнать мнение студентов и общественности. Что касается ремонта, то основные работы, например, утепление фасада, выполнены на 76%. Сдать объект планируется 27 декабря. С 1 декабря начнется закрываться плиткой. Плитка изготавливается специально под заказ для нашего здания. Потому что, почему-то, с дизайн-проектом и такой инициативой было принято использовать цвета холдинга «Вертолёт России», который является нашим партнером социальным. Цвет плитки будет приближен к цвету исторического здания ремесленного училища, в котором учился Юрий Гагарин. Внутри в ходе ремонта произвели демонтаж всего. Остались только стены. Сейчас установили новые стеклопакеты с повышенной шумоизоляцией. Идёт монтаж подвесного потолка. Вся сантехника новая. Работа идёт в графике. В среднем на объекте от 40 до 50 человек ежедневно. То есть работаем также в выходные. Из техники всегда работает кран, всегда работает GCB. То есть идут погрузочные-разгрузочные работы. Сейчас приёмы материала. В спортзале расширили оконные проёмы. Им вернули первоначальные размеры, которые были в проекте здания. Но потом их на треть заложили. В помещении было темно. Сейчас проблема решена. Осталось покрасить стены и уложить пол. Параллельно идёт благоустройство двора. Бордюрный камень установлен на 70%. К концу недели планируется уложить асфальт. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...